Можете ли вы рассказать нам немного о мудрости того, почему Аллах разрешил многоженство? Во-первых, самой великой мудростью этого является то, что Аллах, Свят Он и Возвышен, разрешил многоженство, потому что мужчина нуждается более чем в одной женщине. Мужчина нуждается более чем в одной женщине. Женщину постигают такие вещи, что она не может всегда удовлетворять мужчину. У нее бывают менструации, послеродовые кровотечения, болезни. Также у нее много забот, связанных с воспитанием детей и уделением им внимания. Аллах, Всемогущий Он и Велик, разрешил мужчине жениться более чем на одной женщине, потому что мужчина в своем половом влечении, своей силе и по своей природе превосходит женщину. Мужчина нуждается более чем в одной женщине, чтобы уберечь свой взор и сохранить целомудрие. В отличие от женщины, которая может вытерпеть четыре месяца без близости с мужем. Она может вытерпеть четыре месяца без близости с мужем, как об этом сказала Хафса, да будет довольнее Всевышний Аллах. Тот, кто думает, что половое влечение женщин сильнее, чем у мужчин, тот ошибается. Половое влечение мужчины во много раз сильнее полового влечения женщины. По этой причине Аллах, Всемогущий Он и Велик, разрешил мужчине жениться более чем на одной женщине, если он полностью не достигает цели брака, имея одну жену. Также из мудрости многоженства то, что женщин больше, чем мужчин. И если каждый мужчина возьмет по женщине, то останется еще много незамужних женщин. Шариат разрешает многоженство, чтобы все женщины имели возможность выйти замуж, чтобы они имели ту же возможность, что и их сестры, рожать детей, воспитывать их и радоваться им. Если бы шариат ограничил число жен одной, то многие женщины остались бы без мужей, тогда бы распространилось нечестие, разврат и внебрачные связи. Потому что если женщине не достанется мужа, то ей не остается ничего иного, кроме как искать себе любовника. Также и мужчина, если он не будет иметь возможность взять вторую, третью, четвертую жену, то он может начать искать себе любовниц и подружек, чтобы предаваться с ними запретному разврату, да упасет нас Аллах от этого. В последние времена мужчина будет опекать 50 женщин, потому что увеличится количество женщин и уменьшится количество мужчин. Женщин будет больше, чем мужчин. В этом также заключается мудрость того, чтобы мужчина женился более, чем на одной женщине. Ведь если женщин больше, то благодаря многоженству мужчина может жениться более, чем на одной женщине. И этим будет достигнута цель заключения брака. И свою добродетель сможет сохранить и эта, и та, и другая женщина. Также одной из целей заключения брака является то, что мужчина путем женитьбы на второй и третьей жене может создать более одной семьи. Создание семьи и увеличение их числа является узаконенной целью в шариате. Пророк-то благословит его Аллах и приветствует, сказал, Женитесь на любящих и рожающих. Поистине я буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами. Если он женится на этой женщине, и она родит ему 10 детей или 5 детей, потом он женится на другой, и она родит ему 5 детей, тогда увеличится община Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует. Это приведет к тому, что муж будет воспитывать свои семьи в соответствии с религией Аллаха. Будет воспитывать этих в подчинении Аллаху, других в подчинении Аллаху, третьих в подчинении Аллаху. И в итоге мы получим поколение, воспитанное на том, что любит Аллах, его посланник, алейхи салату ассалям, и на том, что угодно Аллаху. Это одна из величайших целей, потому что, когда мужчина умрет, прекратятся все его деяния, и не останется у него ничего, кроме праведного ребенка, обращающегося за него с мольбой, а также продолжающаяся садака и знания, приносящие пользу. Если у него было, например, 10 детей или 20 детей, и все они будут давать милостыню за него и молиться за него, то в этом будет огромное благо для этого мужчины. Также к мудрости многоженства относится то, что женщина может получить развод от своего мужа, или ее муж может умереть, и она останется без мужа. Если бы многоженство было запрещено, то эта разведенная женщина или вдова остались бы без мужа на всю жизнь. И мы можем услышать, что многие женщины, которые были разведены, или те, у которых умерли мужья, требуют, чтобы мужчины женились на них. Они требуют многоженства, так что я сам слышал от одной из них такие слова. Тебе необходимо жениться, ты должен жениться, побойся Аллаха в отношении нас. Потому что она хотела мужчину, потому что девственник пойдет к подобной себе и женится на ней. К разведенной жене пойдет никто, кроме того, у кого есть жена, или того, у кого умерла жена, или того, кто развелся с женой. При этом даже мужчина, который развелся с женой, может жениться на девственнице. Ведь женщин много. Женщин много и разводов много. Сейчас много разводов. Кто-то из братьев рассказывал мне, что за один месяц происходит более 30 разводов. Да упасет нас Аллах от этого. Это большое число разведенных женщин. Кто женится на подобных им? Кто женится на вдовах? Кто женится на взрослых женщинах? Таким образом, сестре-мусульманке необходимо бояться Аллаха Всемогущен и Велик и желать своей сестре того же, что она желает самой себе. И так же, как ты радуешься, что выходит замуж твоя родная сестра, так что те женщины, у которых нет мужей, получают шанс выйти замуж и могут, подобно тебе, иметь детей, радуясь этому. Сколько женщин желают иметь ребенка? Она хочет иметь хотя бы одного ребенка. Я знаю женщин, которые до 40 лет так и не вышли замуж. Причина этого в том, что многие люди не хотят многоженства. Мужчины не стремятся к тому, чтобы жениться на нескольких женщинах, боясь своих жен, или не имея возможности для этого. Если женщины станут проявлять великодушие, соглашаясь, чтобы их муж женился на второй жене, чтобы он женился на взрослых вдовах, на разведенных женщинах, на женщинах с детьми, у которых нет кормильца, женился на них, чтобы помочь им блюсти целомудрие и воспитывать их детей, то это будет благой шариатской целью. Итак, такова мудрость, которую мы видим в многоженстве. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, женился на Ум Саляме, у которой были дети, и он воспитывал ее детей, да благословит его Аллах и приветствует. Он женился на Хафсе, которая была разведенной, женился на Сауде, которая была такой же, он женился на Зайнап, которая была разведенной, женился на другой Зайнап, которая также была разведенной, он женился на многих женщинах, и все они были либо вдовами, либо разведенными. И он не женился ни на одной девственнице, кроме Аиши, да будет доволен ее Всевышний Аллах. И мы увидели, как я уже говорил, что благодаря многоженству распространяется большое благо среди всех этих женщин. Да воздаст вам Аллах благом, шейх! Да благословит вас Аллах!